доброе утро друзья я на работу собирает в общем у нас сегодня я должна забрать подругу свою она ко мне иногда ходит стричься ну подруга знакома вы увидели я как-то и на пляже встретил здесь она живет в том городе куда я поеду нос на пляже здесь встретил ее какая красивая кому же я достанусь у нее сегодня представляете день рождения и птичку то я птичьи молоко пекла именно вот чтоб ее угостить ее день рождения чтобы у нее было частичка скажем так хотя бы вкусовых ощущений с родины вот и большую часть тортика я везу ей чтобы она попила все дела но я говорю я и говорю тебе какой-нибудь подарок сделаю кстати по-испански подарок звучит не очень так презентабельно regalo regalo ну да вот и мы иногда знаете вообще здесь слова коверкаем и говорим там я тебя зарыгалю чего-нибудь я тебе что-нибудь подарю это такое уже знаете испано-русский язык я тебе чего-нибудь зарыгалю или требует от травахар это работать и мы а что там закрыто и мы иногда говорим пойдем травахарить то есть такого слова нет травахарить ну вот мы придумали это слово ненормально туда сроду не проеду при всем желании какие-то конусы поставили непонятные что типа не знаю как-то надо туда проехать вот видите надо в них впендюрится как-то там так узко я же поворачивать должна это самое пусть не забудет она свой кошелек кошелечек монедеро 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 это у друзей ох Оксанка мне как ты домой не спидадил смотри а ты что потом тебя искли хоккай хоккай а и о и и и а и и всем передаю огромный привет и вот а что ты я тебе конечно это не красиво но я тебе только птичьи молоко сделала Оксана как здорово чтоб ты сегодня с сыном ела крылышки Оксанка это просто это просто классно у меня не было красивой формы ну ой вообще классно Оксанка это ты же на день рождения ой спасибо милая спасибо погнется коронавирус древнует древнует Оксаночка спасибо что попробуешь с твоим молодым человеком ой вообще я так рада вот ты знаешь Оксана просто как тебе сказать когда не ожидаешь не ожидаешь и происходят какие-то вот такие приятные моменты я же тебе сказала что я тебе что-нибудь рыгалую ну Оксана я думала может быть это какая-то там шутка думаю ну ладно там это самое специально делала первый раз да вот в чем важно первый раз то что ты первый раз этот рецепт первый раз и у меня вообще не получается обалдеть ты представляешь ты задумала сделать для меня такой приятный момент да я себя поваловала ну естественно ну то есть получилось как бы все едино и ты мне его прямо предпочитала я не знаю я вообще самая счастливая ну смотрите чё ты человека надо вообще тортика тортика но дело то не в тортике а вот в самом во внимание во внимание ну а как же не без внимания я Оксана вот у меня в домах сеть будешь кожить сегодня и потом мне сказать ты вообще любишь птичьего молока ты что это вообще сказка кто его не любит правильно потому что я насколько известно вот это рецепт конфеточек птичьего молока его кто-то там свои какие-то внедряют рецепты но вот которые с тех наших времен это вообще секретом был до определенного момента тогда не буду рассказывать не надо не надо хороший повар свои секреты не раздает народ надо всем раздает заходи на мой канал и увидишь разные вкусные секреты секреты и советы и все до встречи всем хорошего настроения все в хорошем бабка то сидит а ты такая ой я спешу как я при бабке не буду ей торт отдавать потом такая сейчас ой я спешу говорю ой простите говорю бабку то ей надо сначала чтобы она ушла конечно а она такая сидит вижу думаю недовольна думаю ничего перетерпит ага слушай ты вообще ты прямо такая ты самая ты вообще классная это как прямо это самая феля добрая конспиратор во конспиратор я когда ее увидела у двери думаю твою мать ведь сюрприз не тортит а ты еще так идешь садишься я такая блин иди отсюда иди отсюда что я ее вперед уложу ой Оксана молодец молодец все прошу очень довольна я очень довольна и я прямо это самое у меня начался день мой день рождения сюрпризов вообще это просто сказка ну ка поворачивайся ой новый тут у меня предмет вот тут поближе подойди вот сюда видишь себя нет пониже вот так нет я вижу вот эту женщину ты просто сядь на стул вот и повернись я на стуле умею делать давай о чуть чуть ай здорово класс хорошо красиво да очень красиво потом он тебе даже если забьется у тебя же бьющие волосы да будут хорошие такие кудряшки ты пенки немножко добавишь и будет замечательно ага поняла Оксана я очень довольна я очень очень довольна давай я тебе сейчас я тебе поклачу эти услуги главное чтоб довольна была я кстати правда пекла торт для подруги поэтому рада очень что ей понравилось но он такой человек знаете жизнерадостный что не знаю ей все нравится в общем как и в общем я очень рада что она будет его как говорится пить чай и вот немножко как говорится кусочек нашей родины будет в ее в ее рационе питания сегодняшнем да мой чарли вот что ты хотела сказать и забыла как раз представляете а и утром из машины выходим она такая у меня съешь с пакетом она говорит ой а что это у тебя там еда я говорю да говорю кошкам бездомным несу ой блин потом гляжу у меня бабушка стоит около двери думаю блин говорю весь сюрприз мне испортит вот я ее это говорю дай подожди я ее сначала уложу потом тебя она такая я говорю ты спешишь она такая ну да я говорю ну ничего подождешь ой конспиратор блин ну а как ну а как иначе при бабушке просто не хотелось как бы все это я и так с ней бабушка еще слава богу что глуховато немножечко поэтому можно было по-русски потрещать с Татьяной вот вот такие дела готовлю себе рыбку это кабая скумбрия и сейчас покупочки разберем быстренько так пока у меня готовится скумбрия ценами я сегодня прямо это нормально так закупилась вы знаете обычно как бы мы немного едим я так думаю слушая других мне кажется мы немного едим поэтому ой чек не нужен сегодня на полтиннике набрала прям для меня это не то что много но я обычно на 20-30 конечно я в магазин езжу чуть ли не каждый день а вот сейчас бутылку уберу мне еще клиентка принесла сегодня тыкву и перец так что вот меня подкармливают подкармливают и разбираю сетку начнем с заморозки вот такой салат из морской капусты или как там ее вот она у нас рубль 50 стоит мочи или моти это японская такая сладости рисовая бисквит скажем так с мороженой начинкой это манго она у нас стоит 2,65 здесь 6 штук вкусная взяла вот такой набор для паэльи и для супа вот и всегда держу у себя в заморозке потому что хотела в воскресенье сделать паэлью но у меня не было вот таких вот морепродуктов скажем так она у нас стоит 4,14 здесь вот 685 грамм и взяла вот такие креветки хвостылым гостином тоже какой-нибудь салат на новый год забацим 3,25 200 грамм сейчас я это все о заморозку отправлю ой забыла вот эту отправить сейчас сейчас хотя не буду отправлять завтра съем хочу фунчосу сделать на завтра так едем дальше мука 43 копейки мясо значит взяла пол кролика он вот такой уже блин с глаз на вас смотрит мужу выдам его за курицу он типа он типа кролика не ест наивный блин ест он кролика ну надо делать так чтобы он об этом не знал с чесночком потушу как-нибудь вкусненько будет так у нас он стоит 4,20 половина конеху подожди а ну да вот он килограмм 6,39 взяла семечки в меркадоне кстати вот эти семечки просто обалденные прям вот даже вкуснее чем русские вот и они у нас стоят евро так серов что это такое не знаю чулета в общем захотела я знаете увидела капусту она евро килограмм у нас стоит думаю надо щи сварить а для щей нужно мясо думаю кости взять ммм муж не любит кости думаю тогда возьму вот обычные вот эти вот чулета и сварю из них 3,47 килограмм стоит 4,59 классные куски мяса поэтому нормально грибочки рубль 30 не знаю зачем взяла а знаю сейчас я их забацаю с чесночком будет вкусно так морковка такая вот уже это для корейской морковки очень удобно и прям она нарезана идеально прям для морковки она у нас стоит 75 копеек жвачки это я себе иногда кто-то сильно жрать хочется рубль 60 стоит вот прям жую 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 и жую думаю вдруг это перехочется жрать иногда помогает так картошка в общем это чипсы подруга опять в инстаграм как-то выложила с лимоном и с перцем говорит очень вкусная картошка не поверите правда ммм необычный такой вкус кисленький но вкусненько вообще необычно пишите в комментариях вы ели куда-нибудь чипсы с лимоном вот 90 копеек они значит стоят так это туалетная бумага 3,82 сальмонос тьернос а что такое сальмонос тьернос а думаю что это я не покупала никакого лосось вот это для чучи для чарли вкусняшек много набрала они у нас рубль 45 стоит ну вот это рубль 20 рубль 45 рубль вот так вот рубль 50 вот я вам все это момента дульси мармелад очень вкусный меркалодий не жевательный а вот прям как наш мармелад рубль 60 стоит так это я вам же сказала аммиак полы мою с аммиаком мне очень нравится мыть полы с аммиаком становятся такие полы блестящие 59 копеек стоит так это я сказала так ну что тут осталось каштаны 2,19 стоят лимоны 78 3 лимона 78 копеек и рубль 76 хурма ушки вот эти вам не назвала в пределах рубля стоят поэтому вот как то так всем сегодня вкусняшек набрала и себе и мужу и всем мой обед готов опять эти гночениках не даем их и грибочки сделала с чесночком с маслицем вонючим и вот всем приятного аппетита я когда сегодня приехала у меня почуя то что вентилятор в машине не останавливается то есть он работает я машину выключила и знаете как то звук игол какой то как в самолете я не поняла что за фигня открыла капот посмотрела ничего там вроде нормально но вентилятор работал я позвонила мужу говорю что за фигня у меня вот машина что то там почему то вентилятор выключает он говорит вода закончилась говорит не было ни дыма ничего я говорю да нет все нормально просто вентилятор вода говорит закончилась вот сейчас он мне там воду сделает что тути пусть разговаривается песни поет слышали Просто если я выйду, так он перестанет петь. Чути, ты песни поешь? Тостичок такой. Боровичок. Жалко, нельзя открыть, потому что холодненько. Прохладненько так, прохладненько. У меня одно домашнее задание есть на сегодня. Подруга мне сделала такое домашнее задание. Еще маркер. Вот помню, что когда-то покупала два маркера, но не могу найти. Потом вам расскажу, что за домашнее задание и что попросили сделать. А пока буду искать маркер. В общем, подруга попросилась написать вот такой, может быть это бренд какой-то или еще что-то. И сделать вот этим листком, в общем, фотку там на фоне моря, ну откуда, вот я написала Испания. И вот что-то чем больше, это подруга подруги, так скажем. Я тоже знаю эту девочку. Вот, как бы надо вот так вот что-то из фотки сделать, отослать ей. И вот чем больше, я если честно не вдавалась в подробности все, для чего это и что, и что. Ну, думаю, сделаю, а что мне нетрудно же правильно написать вот такую штуку и сфоткаться с ней. Как бы какая мне разница. Вот, поэтому, тем более, если я могу помочь, почему бы и нет. Главное-то, что не забыть все это, потому что, ну, как бы в квартире, если сделаю, то непонятно будет. А это вот на фоне моря сразу заметно. Главное, чтобы, знаете, фотик не унесло ветра. А то вчера такой ветроган был, когда я гуляла, это было что-то с чем-то. Я вот так вот прям наклоняясь шла, как танк, потому что против ветра было невозможно идти. Там все улетало, там вообще капец. Но сегодня вроде как поменьше ветра. Посмотрим. Вот, так что я сейчас пойду гулять с Чарли и вот сделаю эту форту. Мне еще в банк надо зайти, потому что, причем в банк надо было зайти поза-поза вчера. И вчера бы можно, в общем, да, как-то так. Кому? Мама гулять? Муж мой машину увез. Говорит, что там что-то надо проверить. Масло, раз уж дело пошло такое. Вот. Говорит, хочешь, я тебе свое оставлю? А зачем мне машина нужна, если я пойду пешкарусом? Правильно? Пошла я одеваться. Прогулка немного не удалась, потому что там что-то стреляют. Прям вот стрельба, представляете? Такое с периодичностью, может быть, каждую минуту. И, короче, я полпути Чарли несла на руках. Точнее, какой полпути-то? Целый путь я его несла на руках. Чуть не это. Всех, короче, им пожелала. И чтобы им в попу выстрелили. И чтобы они себе на голову выстрелили. Ой, не могу. Тяжелый мой груз, не то арбуз, блин. Все проклинаю. Вот он сейчас бежит такой, более-менее отюхался. Здесь шум моря такой. Вроде как не слышно. Ну, прям задолбали, а. Ну, стреляют и стреляют, стреляют и стреляют. Прям вот как, знаете, из ружья. Так, бум. Пум. Вот прям из ружья, не знаю. Где-то в порту или еще где. В общем, выполнила домашнее позадание. Отослала подруге. Посмотрим, что скажет. Сегодня вроде как ветер потише. Нормально так. Прогуляюсь. Какие-то следы странные. Смотрите, как копыта. Вот обычный кроссовок, а этот какой-то как копыта. То есть мой и этот, да? Видно разницу? Странный. Кроссовки у кого-то. Или копыта. Он бежит, весь дрожит, сидит, дышит. А я проклинаю их всех. Не соблин его. Хорошо хоть 6 килограмм, а не 15. У нас вот так везде ручьи идут. Прям много. Вот смотрите. Прям из ниоткуда берутся. Так интересно. Я пыталась вчера заснять, но у меня ничего не получилось. Потому что не видно. Вода настолько прозрачная. Видите, тут вода. Что ее не видно. И вот так вот в течение, наверное, ручьев 5. Прям вот из земли бьется. Как так. Так интересно. Море так ушло. Я вчера вот там вот через кусты лазила. Лезла. А сегодня, смотрите, можно спокойно пройти. А вчера я прям вот тут лезла. Кое-как. Я просто хочу к ручью подойти. Сегодня нет рубаков, наверное, все разберутся. Ой, а что? Высох ручей. Тут был вчера ручей и все. Нет ручья. В общем, я тут готовлю овощи на завтра. Буду фунчозу делать. Вот. Чтобы мне завтра просто прийти, всю эту сковородку кинуть, поджарить. А будет у меня фунчоза с креветками. Вкуснятина? Порезала овощи. Кориандр. Молотый. В общем, будем делать молотый. У меня вот такая есть толкушка. Вообще, в Испании есть вот такая толкушка. Должна быть с деревянной такой же вот чеплашкой. Как там ее назвать. Потому что они делают много разных соусов. Именно вот таким вот давящим способом. Вот. Так, сейчас я вам поставлю, чтобы видно было. Например, они берут чеснок, перхиль. Этот, как его зовут? Не укроп, а петрушка. И с солью крупной тоже вот так вот все мнут. И так намного вкуснее бывает. И этот соус, чеснок, петрушка и крупная соль для рыбы очень вкусные. Вообще, много всяких разных соусов именно вот таким способом. Но у меня деревянной нету, зато есть вот такая. И тоже, ой, какой запах пошел. Просто нереальный. Именно вот таким вот круглым движением они делают. Сама видела. И мне даже продавец так же сказал, говорит, ты берешь вот это вот и, говорит, толкушкой вот так вот трешь. И получается, говорит, ароматный молотый кориандр. Вот, видите, получился молотый. Сейчас это я буду соус делать к этому фунчозе. Подруга написала, кориандр вот этот, сухой чеснок. Сухой чеснок и имбирь сушеный. У меня имбирь, знаете, какой молотый есть в этом? В чайных пакетиках. Там он чистый имбирь. Поэтому берем чайный пакетик имбиря и туда добавляем. Какая разница? Молотый, он и в Африке молотый. Смотрите. Он прям такой крупненький там. Видите? Смотрите. Добавляем. Я вот чай сделала себе. Там тоже имбирь. И рейбуш, и имбирь. Вот. А это можно на следующий раз оставить. Фу, так чихнуть охота. Чихала я на вас всех. А что-то она мне там еще говорила добавить. Сейчас почитаю. Ну, вроде бы больше ничего. Ну, соевый соус надо добавить. И вот такой будет у меня соус. Я обычно, знаете, как делаю? Так. Устричный соус добавлю. Ну, это я завтра добавлю тоже. И устричный соус, и терияки, и все на свете добавлю. Это вы увидите завтра. А на сегодня тут такая вот у меня смесь получится. Как раз настоится за ночь, и будет шикардос. Сейчас креветки достану, чтобы они разморозились. Я делала много раз и с креветками, и с фунчозой, и с курицей. Очень вкусно получается. Ммм, вкуснятина. Так что, если хотите увидеть результат, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, и спасибо вам за комментарии. Так, я пошла чай пить, и заверну вот это все пленочкой. В общем, креветочки на завтра размораживаются. Соус готов. А это мой чай. У меня ужин будет вот такой. Яблоко, желейка. И чай без сахара, естественно, со стевией. Так что, все. Руки ледяные от заморозки, потому что скалы сейчас чесаться начнут. Поэтому, чтобы не чесались, пойду это. У меня от мороза всегда чешется. От мороза? Ну да, мороз. В морозильнике-то мороз. Пойду я умываться. Теплой, горячей водой. Я с вами буду прощаться до завтра. Вот. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока.